Доброе утро! Музей геологии нефти и газа уже 25 лет и наверняка каждый югорчанин знает, где он находится. Но вот что за звезды освещают фасад здания и кому они посвящены, узнаем прямо сейчас. Во все времена небесные светила помогают морякам ориентироваться в море, а астрономам в небе. В окружной столице есть особые звезды – югры. Это бронзовые знаки, которые помогают людям помнить о тех, кто внес вклад в развитие нашего округа. Вот она – одна из самых первых звезд, которую разместили на фасаде здания Музея геологии нефти и газа. Посвящена она Льву Ровнину. Вместе с ней здесь же в 2004 году зажглось еще три звезды. Посвящены они югорским геологам. Всем известный фарман Салманов Юрий Эрвье – автор более 250 месторождений. Сослуженные геологи Лев Ровнин и Виктор Муравленко – все они видели первые нефтяные фонтаны югры. В 2004 году засияла еще одна звезда, посвященная Борису Щербине. Борис Евдокимович Щербина был первым секретарем ЦК КПСС Тюменской области. И как раз в период 1961-1973 год. И, собственно говоря, были правильно поставлены задачи. И в этот период происходило бурное развитие нашей территории на поиск нефти и открытие месторождений. Почти каждый год на здании музея зажигаются новые звезды. С недавнего времени именные таблички выручают не только заслуженным деятелям, но и трудовым коллективам. Сегодня здесь 48 бронзовых светил, в то время как 49-й увезли в Нижневартовск. Мы считаем, что эти имена, как мы предполагаем, что когда-нибудь не хватит фасада на нашем здании. Пока на фасаде есть место. И, конечно же, гораздо больше героев, чем место на фасаде. Наверное, придет время, придется об этом задуматься. В этом году именную табличку вручили Александру Суздальцеву, оператору по добыче нефти и газа, одному из первых разработчиков самотлорского месторождения. Земля Югры была очень благословна к нам. И, как бы сказать, трудные минуты помогало. Когда мы зимой при 47 градусах ушли под лед, то выбрались. Имя Георгия Михайловича Рещикова, заслуженного геолога округа, на мемориале появилось совсем недавно. К сожалению, сегодня его нет рядом с нами. Но заслуги геофизика помнят и коллеги, и самые близкие родственники. По специфике своей работы он был в Америке, в штатах Нью-Стон, был в Норвегии. Именно по геофизике был он в Венгрии и в Чехословакии. То есть он ездил за опытом и смотрел, как работают люди там, как внедряются передовые методы полевых и обрабатывающих систем за рубежом, чтобы внедрить их потом в себя тут, в Индонсисию. Наталья Петровна Рещикова понимала и принимала всю занятость супруга не только потому, что была его женой, но и коллегой. Вместе с Георгием Михайловичем она изучала и подготавливала объекты Югры для дальнейшего бурения. Дети в этой семье продолжили дело родителей. Закончили тот же институт и получили специальность геофизик. Сын Рещиковых Денис Георгиевич работает в Югре. Кто знает, может когда-нибудь и его звезда зажжется рядом с именем отца.